Доброе утро! Всем бодертов! Шалом! Хло! Так, отлично! Итак, дорогие друзья, все, мы продолжаем изучать пертей Авод. Пертей Авод, поучение отцов. Кто с нами? Кто с нами? Тот с нами. Кто не с нами? Тот не против нас, но он просто не с нами. Диоргий Нивня с нами, все. Уже хорошее начало. Так, Мужик и Мистер Ук, шалом! Максим Перенчук, шалом! Влад Козов, шалом! Шалом, Влад! Отлично! Всем доброе утро! Добрейшее августовское утро! Сегодня, значит, 8 ава наступает вечером. Сегодня 7 ава. 7 число месяца ав. Вот так вот, да? Какой час месяца? Ав. А по обычному август. Вот интересно, только сейчас заметил соответствие, что август и ав начинаются с одних двух букв. Ав. Красиво. Хорошо. Значит, Игорь Петельников, доброе утро! Доброе утро! Хана Шамец, Хана, привет! Сергей Степанов. Хорошо, дорогие друзья! Все, мы начинаем изучать самую, можно сказать, самую сложную для понимания и самую такую глобально важную, глобально важную мишну, которая вообще есть, мне кажется, в пертемах. То есть, уже более сложная и глобальная. Ну, ничего не придумаешь. Такая она принципиально важная для понимания вообще всего. И кто-то может потеряться в этой мишне, я вам честно скажу. Почему? У каждого человека есть, вот есть люди, изучают там абстрактную математику какую-нибудь. Да, я никогда математику не изучал вообще. Я вообще не понимаю, что они изучают. То есть, у меня закончилась математика на таблице умножения и на уравнения. То есть, вот так я, потом я пошел в спортинтернат, и у меня с математикой дальше не было взаимодействия. Я не знаю, что такое алгоритмы, там какие-то есть алгоритмы, какие-то еще есть штуки. Значит, получается, если мне сейчас начнут рассказывать про математические какие-то там теория больших чисел каких-нибудь, или полей каких-нибудь, или там, ну, какие-то еще есть названия, вот именно высокой какой-то математики, да, то я даже не пойму, о чем там говорится. Просто у меня как бы, ну, нет, нет между уравнением и тем, о чем идет разговор, есть целый объем большой информации, которого у меня нет. Это такое было введение. Значит, давайте посмотрим. Вот сегодняшний Мишно тоже сказал Раби Атива, и чтобы понять ее, надо чуть понять, с чего он начал. Значит, начал Раби Атива с того, что нужно поставить ограду, нужно все поставить оградой. Он начал с того, что веселье, веселье, и легкомыслие приближает человек к разврату. Значит, дальше он сказал, что, что Масора, традиция, вот эти вот все внешние проявления иудаизма, да, это ограда для Торы, то есть, это, ну, держит Тору, да. Дальше он сказал, что Масород, отделение десятой части, это ограда для богатства. Дальше он сказал, что Недорим, обеты, когда человек берет перед Богом обет, что-то не делает, там, из того, с чем он не может сам справиться. Это ограда для отделенности, ну, для того, чтобы быть отделенным от каких-то вожделений, там, и так далее. И ограда для мудрости божественной, молчания, то есть, ты можешь мудрость воспринимать только, если ты умеешь молчать, ну, то есть, питывать их. Дальше Рабиадива сказал, что есть человек, который создан по образу Бога, есть Исраэль, который называется Сын для Бога, которому Бог дал функцию, миссию быть священником, есть и дальше, каким инструментом эта функция выполняется, Торой. То есть, дан вот этот вот аппарат Тора, аппарат, инструмент, понимание, которым создается этот мир. И дальше, Рабиадива продолжает, вот сегодняшняя мечта, Мишна, он говорит такую вещь, а кольца фуль, он говорит, все просматривается, дословно, все просматривается, в А решут не туна, и решут это и есть свобода выбора, решут это свобода, и она дана человеку. То есть, с одной стороны, а кольца фуль, все просматривается, с другой стороны, решут не туна, свобода выбора есть, убытув аулам не дун, и добром судится мир, тоже странная фраза, добром судится мир, Что значит «добром судится мир», «убытуф аулам недун», «и окольни феровам асе» и все по большинству дел, действий. Вот так вот он сказал, вообще прямо основополагающую для понимания того, что происходит, Мишну, да, знания. Теперь давайте разберемся. Значит, первое объяснение, по которому идет Рамбам и другие мудрецы, они говорят «окольца фуй» это для Бога все-все известно. Все, что будет. То есть все просматривается, все будущее. То есть Богу известно каждое действие, которое будет произведено, каждый результат действия, каждый итог действия. Ну, то есть все для Бога известно. Это же Бог, создатель мира, который миром управляет. Вы решите туда, есть свобода выбора у человека. Непонятно. Ну, как может быть? Если я точно, если Бог знает, а кольца фуй, все просматривается, что я после этого урока пойду в офис. Ну, например. Так, тогда какая у меня есть свобода выбора, идти в офис или не идти? Как можно сказать, что все просматривается, все известно, а у меня есть свобода выбора? Непонятно. Рамбам говорит «непонятно». То есть ты пытаешься Бога понять. Так Бога понять нельзя. Что ты пытаешься? Знание Бога и твое знание, это вы идете на разных плоскостях. Так больше всего объясняют это противоречие. То есть, как Бог все видит, все известно, как будто бы, да, все будущее уже известно. Но есть свобода выбора? Свобода выбора есть. Потому что в Тории написано прямым текстом. Я даю сегодня перед тобой, значит, выбор. Добро и зло, жизнь и смерть. И Бог говорит «вебахар табахаим», выбери жизнь. Но с другой стороны, в Тории написано, что Машарабену, когда он уходил, он сказал, что вот войдет народ в землю и начнет, он уйдет от Бога. Там и разжирел, и Шурун, он разжиреет и начал брыкаться. То есть, как бы Машарабену, который был пророком, он тоже видел все, что будет. И пророки, которые пророчествовали о будущем, они тоже видели будущее. То есть, получается, если даже пророк, который является передаточным механизмом, который чуть-чуть он, пророк, зашел вот в эту божественную реальность, и уже он видит будущее, и он все знает, то вроде бы и понятна фраза «а кольца фу» и все просматривается. Но тогда непонятна фраза «а как же у меня есть свобода выбора?» В чем моя свобода выбора? Значит, есть несколько попыток объяснений, что Бог все видит на уровне каком-то высоком, глобальном, а человек действует на уровне частном. И свобода выбора, она не в том, пойду я в офис или нет, а в том, что в это время буду думать. Буду ли я думать о том, что мне надо Богу служить, или я буду думать о том, как мне там свои какие-то удовлетворить потребности. То есть свобода выбора, она между добром и злом, и любое действие можно наполнить добром и злом. Это самое простое тогда объяснение, когда, то есть фактические события, они просматриваются, да, они просматриваются, например, потому что для Бога нет времени. То есть если мы посмотрим, время-то есть только для человека, причем для человека нет времени реального, для человека есть только психологическое время. То есть человек все время находится в реальности в одном времени, сейчас, и для него есть психологическое время, будущее, которое он предполагает, и прошлое, которое он вспоминает. То есть фактически для человека, воспринимающего мир и себя, есть только одно время, реальное здесь и сейчас. Вот оно, это время. Теперь есть время психологическое, где я предполагаю о своем будущем, размышляю и вспоминаю свое прошлое. И есть время календарное, что как бы из-за того, что я знаю, что идет, ну, как бы так привычно уже, день-ночь, день-ночь, день-ночь. То люди расписали, на стенку повесили календарик или компьютер, где расписали кубиками, что скорее всего будет день-ночь, день-ночь, день-ночь. И я собираюсь в этот день делать вот это, а в эту ночь делать вот это. То есть они расписали свои планы, находясь сейчас, запихнули их в эту бумажечку, как бы календарное время. В данный момент психологическое время, они думают, что это все будет, но это их иллюзия. Даже когда они заполняют календарь, это их иллюзия, да. Как интересно, я недавно прочитал книгу «Хроника избавления», и там был один человек, которого, ну, в религиозное время его собирались убить. И он назначал когда встречи перед смертью, последнюю там неделю, он знал, что его хотят убить. Он говорил, ну, встречаемся тогда-то, если меня не убьют. Он говорил, то есть, если, ну, он назначал, он заранее знал, что может да, может нет, в итоге его убили-то, типа, все. Значит, то есть, ну, вопрос, знает ли Бог. В Мишне написано «А кольца фуй», все просматривается, а свобода выбора есть. То есть Бог наверняка знает, что произойдет, потому что мы знаем, что без воли Бога ничего не происходит. То есть, ну, как тогда понять, что в каждую единицу времени, которая была, есть и будет, фактическое время реальности, получается, Бог, в общем, я тоже не могу это понять. По этому объяснению, все, кто пытались свести эти две противоположные, как бы, тенденции, что, с одной стороны, Бог все знает, с другой стороны, у человека есть свобода выбора, они все приходили к тому, что это парадокс. Но есть второе объяснение, которое мне, например, очень понятно. Второе объяснение такое, что «А кольца фуй» все просматривается изнутри. Где находится Бог? Бог находится внутри. Он не находится снаружи где-то, а он находится внутри человека. Что просматривается? Просматриваются, по второму объяснению, все мысли человека, все его замыслы, все его идеи. То есть, вот эта вот вся мыслемешалка, вся машина, которая у человека в голове крутится. И ученые сейчас доказали, что решение возникает за доли секунды до того, как человек его осознал. То есть решение возникает где-то внутри, на уровне неосознаваемом в подсознании, а потом оно всплывает в сознание, человек его осознает и делает. То есть получается человек внутри запрограммирован какими-то своими прошлыми мыслями, идеями и так далее. То есть это не то, что я принимаю решение, а это решение принимается и есть вот этот вот как бы просвет, а кольца фу и все просматривается изнутри. И у меня есть свобода выбора, когда решение всплыло, оно внутри же вступает в какое-то взаимодействие с системой координат, по которой я живу. То есть речь идет о людях, которые живут по Торе, ну например, которые уже знают, что такое добро и зло. И дальше мое решение, то что всплыло, оно вступает в противоречие с моими ценностями, ну какими-то можно, нельзя делать. Начинается внутренняя борьба, и у меня есть свобода выбора, поступи так или поступи так. Причем моя свобода выбора, она опять же определяется только внутри меня, потому что по второму объяснению то, что будет, то есть результат фактически, который появляется, это прерогатива Бога. То есть это Бог, ничего в этом мире без его как бы согласия и без его участия не происходит. Но мой выбор внутренний, это мой выбор, это только вот здесь у меня есть решут. И опять же этот выбор идет между добром и злом, потому что все остальное запрограммировано. И тоже есть, опять же, есть такие объяснения, что, что Акольмина Шамаем, все идет с неба, то есть идет все как бы идет в потоке, кроме Ират Шамаем, кроме страха перед небом. То есть вот это вот внутреннее мое, внутреннее мое как бы решение, страх перед небом, это решение, или я помню про Бога и боюсь его, и с ним взаимодействую, или не взаимодействую. И опять же тут тоже получается, что есть у каждого человека есть уровни более автоматизированные, например, иммунитет, например, вся вот эта нервная система, там и так далее, инстинктивные, условные рефлексы. Это все автоматизировано. Есть уровни чуть менее автоматизированные, чем условные рефлексы физические. Это уровень мышления, то есть у человека его система ценностей, она тоже автоматизирована, она была заложена раньше. Уровень убеждений тоже автоматизирована, убеждения человека, во что он верит, заложены были раньше. И если человек живет только на уровне вот этих вот физиологических и мыслительных автоматических процессов, то в принципе он биоробот, у которого все можно просчитать и предсказать. Но если человек, он выходит на следующий уровень, то что называется Ират Шамаем, осознанность, осознание, что кто ты, что ты, как, и ты понимаешь свою автоматическую систему, то есть ты как бы над ней поднялся. В этот момент у тебя появляется выбор, или идти по автомату, или идти по системе более высокой, чем твой автомат. Система более высокая, чем твой автомат, это Тора, и Бог сказал, это делай, это не делай, это кушай, это не кушай, туда смотри, сюда не смотри. И у тебя весь твой автомат работает против тебя, а ты в этот момент, у тебя есть выбор, или ты идешь по автомату, или ты идешь по вот этой вот абстрактной духовной системе, за которую ты можешь зацепиться, только сказала, я это не автомат, я это моя божественная душа, которая принадлежит к этой же абстрактной духовной системе. Я наоборот, всю свою, тогда весь свой автомат, я сейчас подтяну вот туда к душе. То есть я заставлю автомат делать то, что сказал Бог делать, а не я, как бы моя душа, будет делать то, что хочет автомат. То есть, но для Бога, как бы единственное, что понятно, мне лично, что божественная вот эта внутренняя сила, она человека внутри как бы освещает, и Богу известны все нюансы, все нюансы вот этого мыслительного процесса. И как бы нельзя сказать, что Бог судит нас, да, вот дальше будет про суд, как он нас судит, это следующая часть смешной, давайте к ней перейдем. Дальше написано, что у быту в аулам не дун, добром судится мир. Воаколь лиферово массы, это все одно, одно как бы вместе, и все по большинству дел. То есть, добром судится мир, и все по большинству дел. Значит, ну, что такое добро, что такое зло, Бог сказал, это добро, это зло, и объяснил в Торе, что такое добро, и что такое зло, и главный грех был человека, это он съел от дерева познания добра и зла, он решил менять местами добро и зло. Это самое, как бы, принципиальное, начальное расхождение, в которое человек может вступить с Богом. То есть, Бог сказал конкретно, это добро, это зло, а человек говорит, ну, не такое же это и зло, и не такое же это и добро, и он начинает менять. И если мы выберемся из этих путаниц, и скажем, вот это добро, вот это зло, все понятно. То, что Бог назвал добром, добро, то, что Бог назвал злом, зло. Дальше. Добром судится мир. Значит, если я делаю добро, если я делаю добро, то я за добро получаю награду. То есть, я выбираю то, что Бог назвал добром, и я все время, вот в этом своем выборе, решут не туда, мне же дан выбор, я все время стараюсь выбрать добро и идти в сторону света. И вот этим добром судится мир. То есть, темнота возникает там, где нет света. Грех это отсутствие добра, это не наказание за что-то. То есть Бог все время, он говорит, смотрите, если бы я судил, если бы за зло человек сразу бы получал наказание, мир бы не существовал. То есть, но из-за того, что есть добро и человек, он тянется все-таки к добру. А в чем заключается добро Бога? Он ждет, пока человек раскается. То есть заложен самый главный механизм добра в этом мире, это механизм раскаяния. Когда человек все-таки делая зло, а Бог ждет, и он ждет, и он ждет, и он ждет. И в какой-то момент, в какой-то момент у человека есть возможность раскаяться, вернуться к Богу и стереть вот это вот все, шува раскаяния, это стирает все то зло, которое он делал. Потому что где оно в данный момент существует, это зло? Оно существует только в некой виртуальной реальности, потому что после того, как человек сделал зло, за которое ему должна прийти отдача, дальше это все где существует? Уже же в реальности этого нет, это все существует, как то, что называется на востоке карма, где-то на небе. И эта карма, она висит, 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 да? Ну берем слово карма, последствия поступков человека, которые он делал против то, что называется зло, оно над ним висит. И добром судится мир, добро держит это и не дает ему упасть на человека. Но оно падает постепенно, но добро это то, что Бог ждет. Потом человек раскаялся. Или же есть второй механизм, который очищает человека, это страдание. Человек страдает, страдает, страдает. И ему через страдание стирается вот это вот зло, которое он делал. То есть он создав вот этот вот, как не депозит зла, а создав вот этот вот запас зла своими действиями на себя же, оно на него постепенно приходит, и он через страдания выкупает, или через возврат к Богу и тшува. То есть тшува, она разъедает, раскаяние, оно съедает и как бы очищает вот это зло. В Аколе Феррова Масе, все по большинству дел, значит, как бы в этом мире есть разные степени зла. Есть мысль, а есть действия. То есть, так как мы живем в мире действий, то очень важны те действия, которые человек делает. И здесь, как бы, большинство комментаторов на эту мишну приводят пример, что такое все по большинству действий. Например, у человека есть 100 долларов, которые он хочет дать на цдаку, на благотворительность, доброе дело. Теперь, если он даст один раз 100 долларов, то тогда это одно действие. Он один раз, как бы, взял, достал, дал. Это одно действие. Если он взял и 10 раз по 10 долларов дал, то это 10 действий. Если он 100 раз дал по доллару, то есть он каждый день, он об этом помнит, что есть митсват здака, благотворительность. И у него есть коробочка, и он перед молитвой здака, я выполняю заповедь здака, я выполняю, и он 100 раз сделал действие, то у него есть 100 заповедей, которые он выполнил. То есть он 100 раз пробудил мысль о том, что надо сделать заповедь, потом решение ее сделать, потом действие он ее сделал. В Аколе Верова массы все идет по большинству действий. И когда мы смотрим, кому-то везет, кому-то не везет и так далее, этот человек своими действиями пробуждает на себя ту меру суда, ту меру добра, которая на него потом приходит. И это очень важно, что есть люди, которые очень к себе строгие и к другим строгие, есть люди, которые к себе мягкие и к другим мягкие, есть люди, которые к себе мягкие и к другим строгие. Это очень такой вариант, знаете, как человек на себя всегда оправдание найдет, в своем глазу всегда видишь соринку, в чужом видишь соринку, в своем бревно не замечаешь. То есть вот эти все нюансы надо учитывать. И я думаю, нам стало немного понятнее, что все просматривается, но свобода выбора есть. И добром судится мир. То есть все равно мир судится, но он судится добром. И все по большинству дел. То есть Раби Акива нам открыл очень невероятный такой, как бы знаете, ну бывает же человек говорит про деревья и не видит леса. А бывает человек видит лес, не видит деревья. А Раби Акива он видит всю как бы всю систему в целом. У него очень был масштабный такой взгляд. Он знал всю Тору, хотя начал всю Тору в 40 лет. Так что никогда не поздно. Он для нас большой пример. Все, сделайте пожалуйста для себя выводы. Что вы для себя делаете, какие выводы из этой мишны. Все просматривается в решутке. Вообще очень она голову так открывает и оставляет с большими вопросами. Но в конце есть простой ответ. Все по большинству действий. Поэтому сделайте пожалуйста свои выводы. И сразу сделайте какое-то действие, исходя из того, что вы поняли для себя. И сделайте какое-то хорошее действие. Очень круто делать хорошее действие. Добрые действия, хорошие действия. И чем больше будет таких действий, тем больше вы будете на себя пробуждать меру добра. Сейчас, кстати, очень плохое время. Очень плохое время. Вот скоро 9 ава. Сейчас самые такие тяжелые дни. Написано в эти дни. Это называется Беном и Царим. Между Теснин. Это от 17-го Томуза до 9-го ава произошли все самые страшные дела с народом Израиля. Были разрушены первый храм, второй храм в один день 9-го ава. Было 9-го ава, с чего все началось. Грех Мираглим. Это был грех разведчиков, которые не захотели зайти в землю Израиля. И то есть все, Бог сказал, вы плакали тогда, когда отказались во времена, когда был исход из Египта. Плакали впустую. То есть я вас привел, я сделал для вас чудеса. Вы не захотели зайти в землю Израиля. Так вы плакали впустую, думая, что будет плохо. Кстати, интересно, вот я сейчас про это вспомнил, как здесь эта мишна вписывается. Если Бог знал, что они не зайдут, так у них не была свобода выбора. Если у них была свобода выбора, так что Бог не знал, что они выберут не зайти. Вот мне кажется, что все-таки второе объяснение, что окольца фуи, все просматривается, что Бог просматривает именно внутренний мир человека. И через решение человека идет, идет как бы, что Бог знает, он знал точно их внутреннее содержание. И что они не готовы были в тот момент зайти в землю Израиля. И потом интересно, что когда они узнали, что они на 40 лет поворачиваются в пустыню, там умрут все, кто вышли из Египта, они попытались зайти, но у них не получилось. Интересно, что из 12 разведчиков, двое, Юшуа Бен-Нун и Калиф Бен-Эфуне, они пришли и сказали, мы зайдем. Поэтому непонятная Мишна, мне непонятно, как это работает все равно. То есть мы сейчас, кстати, давайте попросим, давайте попросим у Якова Шатадина, Яков, если есть какие-то комментарии еще на русском на эту Мишну, давайте их разместим тоже под этим уроком. Если кто найдет комментарии, давайте побольше найдем комментариев, потому что это очень важная Мишна. И если ее понять хорошо, то она дает, ну вот именно очень серьезный ракурс, правильный ракурс смотреть на себя, на свою жизнь, на свои решения, на свои поступки. То есть это такая прямо очень основополагающая, фундаментальная Мишна. И я тоже поищу, и мы комментарии давайте добавим сюда. Все, удачи, успехов, напишите свои выводы, ну по-простому делайте добрые дела и будет все хорошо. Все, всем пока.